Базар 22 представляет То тогда и сделаю какие-нибудь видеорогики, а пока что просто не хочется, подустаю по сравнению со старыми годами Да и по причинам того, что, во-первых, мало интересов по сравнению со старыми годами, опять же, это раз А во-вторых, с ноутбуком раньше было проще, чем возиться со станционарными компьютерами Да, у меня до сих пор станционарный компьютер с мощным процессором, который пришлось подключить внешний микрофон Сначала подсоединить FM-передатчик, потом включить FM-радио И подключив, как внешний микрофон получается А раньше было проще, то есть, сразу начинаю делать, потом заканчиваю, а потом сразу монтирую видеорогики Всё просто и понятно, чем возиться со станциональными компьютерами Каждый раз возиться с подключением микрофона Это, конечно, согласитесь, неудобно, но с другой стороны, станциональный компьютер Помогает по решению монтажа, во всяком случае, и HD, и Full HD видео Хоть 30, хоть 50 кадров в секунду, не важно Ведь, как известно, многие заходят в интернет тупо поржать Выпреснуть свой накопившийся негатив Поиздеваться над кем-то Бреснуть своим саркастичным астроумием и тому подобное Короче говоря, либо развечься, либо потроить И чем дальше, тем людей, которые преследуют в интернете именно такие цели Становится всё больше, как бы печально это ни звучало За годы пребывания в соцсетях, люди уже будто бы насытились той радостью виртуального общения Когда радуешься, видя плюс один в почте от приятного тебе собеседника Теперь большинство народа выходит в интернет как на славку Увы, к сожалению, так бывает Ещё немного закончу тем, что Поддержка канала БЗРТ номер 3, а точнее 111526 по тестированию миди и ММФ на различных телефонах и программах Поддержка скоропостижно скончалась И в связи с этим 12 января 2019 года прекратили, собственно, вещание Потому что очень и очень мало интересов Ну, смотрят очень слабо Теперь, наконец-таки, затронем об Windows 7 Главная тема Windows 7 того, что Прекратится поддержка через год 14 января 2020 года Именно расширенная поддержка Windows 7 Если вспомнить Windows XP 8 апреля 2014 года Как только прекратили расширенную поддержку Всё-таки тогда Решили оставаться на Windows XP Но после того, как Google Chrome и Приложения Остальные Начали закрываться для Windows XP То есть перестали поддерживать То Можно сказать, что Перешли на Windows 7 Сейчас Могут сказать Об этом точно Юди переходят на Windows 10 А ведь, как уже известно Windows 10 Занимает Можно сказать, первое место Чем Windows 7 Но Windows 7 пока что Живее всех живых У меня Windows 7 максимальная Правда, без сервис пака Но Тем не менее С такой конфигурации Таких как Intel Core i7 3770K С частотой 3,5 ГГц У меня, конечно, стоит 1,9 ГГц Но Больше мне ничего не надо Зато Обеспечит нормальную Работу С виртуальной машиной Верующего PC На котором я Запускаю Windows Chicago Build 73G Оперативка У меня 8 ГБ Естественно 64 Разрядная Операционная Система Как видите Вот такое Вот Достаточно Хороший Компьютер Потянет Даже Windows 10 Отвечаю Суть в том Что После Закрытия Расширенной Поддержки Windows 7 Через год Это 14 января 2020 Может Так же Как и с Windows XP Могут Остаться И с Windows 7 В какое-то Время А потом Если что Могут Переходить На Windows 10 Именно на Windows 10 Потому что Windows 10 Это Можно Сказать Новье С С Новыми Функциями Но Затрагивать Про Windows 10 Конечно Не будем Хотелось Бы Продолжать Эту Тему Но В данный Момент Просто Не хочется Windows 7 Работает Исправно То есть И Google Chrome И Управление Компьютером И Тому Подробные Вещи То есть До сих Пор Можно Пока что Наслаждаться Егендарной Операционной Системой Windows 7 Немного Воспоминания Мой Первый Компьютер Появился По-моему В конце Июля 2012 Года У меня Как раз Таки Asus K53TK Вроде Называлось K53TK В комплекте Был Windows 7 Домашняя Базовая Сервис Пак 1 64 Битная Операционка Но Главные Недостатки В том Что Windows 7 Домашняя Базовая Аэро Хоть Был Но Прозрачности Вообще Не Пользуюсь Пользуюсь Но У меня Windows 7 Максимально Как бы Все Устраивает Windows 7 Домашняя Базовая Сразу Скажу Что Просто Напросто Урезанная Операционка Урезанный Выпуск Такой Был Был Хотел Конечно Сразу Обновиться На максимальную Но Тогда Не Знал Чему Можно Делать Узнал Тогда Только В 2014 Году Попался Осенью 2014 Года О том Что У меня Был Windows 7 Домашняя Расширенная Но После Того Как я Находил Все Выпуски В одном Образе Windows 7 Это Как раз Таки Начальная Домашняя Базовая Домашняя Расширенная Профессиональная Максимальная Кооперативная Хотя Кооперативной Нет А вот Начальная Домашняя Базовая Домашняя Расширенная Профессиональная Максимальная Все Есть Прям Все Есть И после того, как в другом диске я находил файлы какие-то, оказались это драйвера для ноутбука Asus K53TK. Только вспомнил, только уже узнал, потому что ноутбук уже не у меня. А хочется, чтобы ноутбук у меня снова был. Хотелось бы, конечно, купить что-то другое на Windows 10 и попользоваться, но не в этом суть. Самое главное в том, что, по-моему, в конце 2014, это было в декабре месяце, я как-то начал сам устанавливать Windows 7. Без проблем, с установками еще драйверов для Windows 7, для ноутбука Asus K53TK. И, знаете, это был праздник в том, что у меня оказался на моем ноутбуке Windows 7 MaxiMine. То есть, я получил все необходимые возможности и спробовал Windows DVD Studio. Ну, сейчас, конечно, особо такими наворотами не пользуюсь, в силу определенных причин. Но, тем не менее, это так. Все функции доступны. То есть, все, что можно поделать, все, что есть в комплекте. Сейчас в Windows 10 вроде ничего особенного. В Windows 10 вроде все включено. А в Windows 7 там все зависело от выпусков. Какими ограничениями и какими доступностями. То есть, такие дела раньше были. Причем, если вспомнить, тогда еще основная поддержка еще была в прилавках в магазинах. Продавались выпуски, в прилавках в магазинах компьютерных. Например, Windows 7 профессиональные и домашние расширенные. Покупали инстанционные тогда диски. Тогда были не флешки, инстанционные диски. DVD диски. Это потом начали распространять с флешками. Например, Windows 10 уже давным-давно не с компакт-дисками DVD, а уже с флешками. И с инстанционными флешками установки Windows 7 домашние. Ой, нет. Windows 10 домашние и Windows 10 профессиональные. Кстати, вот вам нравится о том, что я иногда запутаюсь. Я думаю, что нет. Но придется так говорить. Не хочется. Просто надоело просто. Записать еще раз. Если опять что-то такое сказать не то, останавливать запись просто надоело. Вот по этой причине, почему я редко выпускаю такие видеоролики. А хотелось бы делать дальше видеоролики. Но слабые интересы. Хоть какие-то фанаты БЗРТ остались. Кто еще смотрит. Но, к сожалению, сейчас такое время, что из-за того, что в тренде Ютуба ничего интересного такого нету. Вот поэтому очень мало интересов. Сейчас совсем другой народ стал. Я просто не ожидал. Но все, что высказал, то высказал. Вот такая вот жизнь теперь. С 2020 года Windows 7 уйдет в историю. Хотя кто-то останется на Windows 7, а потом могут постепенно переходить на Windows 10. Кто захочет. Если раньше с Windows XP, тогда с Windows XP не выезжая, то теперь придется и Windows 7 воспользоваться, и Windows 10. Больше слов у меня просто нету. А раньше как-то, по-моему, говорил с удовольствием. А сейчас что-то просто не складывается. Но решил записать то записать. Главное, что я есть. И это хорошо. То есть канал до сих пор работает. Что первый, что второй. Ну вот, пожалуй, все. Всем большое спасибо за внимание. Как только я доберусь, какие-то выпуски я сделаю. Хотелось бы сделать такой выпуск, что установлено на Windows Chicago Build 73G. На моем виртуальном машине Windows Chicago Build 73G. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова